Украина скинула видео в интернет, освобожденные позиции, освобожденные территории, на которых пулеметы Максима находятся, 1910 года изготовления. Представляете, Путин все, что было у него, все кинул, оружия больше нет, потому что его продавали охотно, это оружие за рубеж, там все, кто есть, накупили автомат Калашникова и снайперских винтов Драгунова, что хотите. То есть, нет элементарного стрелкового оружия, поэтому пулеметы Максима. Говорят, их бросили, потому что они неэффективны. Они суперэффективны, пулеметы Максима, конечно, водички залил. Я люблю, обожаю оружие, пулемет Максима. Он настолько точен, настолько он неприхотлив вообще. У него только один минус. Он 100 килограмм весит. Понимаете? 100 килограмм. Можете себе представить. Поэтому, конечно, их бросили. Ты что, на себе попрешь? 100 килограммовый пулемет. Поэтому, я думаю, ну, совсем с танком на колесах, со всеми делами. То есть, я думаю, что путинцы сейчас будут, наверное, покупать оружие сами везде. Причем стрелковое оружие, которого было в избытке. Были, я вам скажу, ну, по самым скромным подсчетам на 90-й год, в России было около полумиллиарда единиц стрелкового оружия. Можете себе представить, сколько они украли. Они все украли. Причем, вы помните, они готовились к войне, а постамент там в этом храме военном, да, в своем сатанинском, они сделали из оружия, из переплавленного немецкого оружия во время Второй мировой войны. Напоминаю, что пулеметами Второй мировой войны немецкими сейчас в Украине сражаются, очень эффективно сражаются, да. Потому что и боеприпас к ним есть. Немцы присылают у них, в общем-то, подобное оружие на вооружении. Стоит, ну, более модернизированное, конечно. Вот интересно, я видео не могу вам показать. Сняли военнослужащие, ну, то есть, вот эти призывники, эти мобилизованные. Хорошо, Василий написал, да, что они еще не знают, но они уже мертвы. Это, вот он написал, может, это бы и было смешно, ну, потому что они показывают свои автоматики и так ржут. Вот, смотрите, как выглядит автомат у одного. Ну, помимо того, что он весь ржавый и разваливается, у него, видите, еще отлетел переключатель огня. Я, вот если вы меня спросите, в общем-то, неплохо разбираюсь в оружии, и тем более автомат Калашникова родной. Я даже не знаю, как поведет себя автомат Калашникова, если переключатель огня отлетел. Но, вероятно, будет стрелять одиночными. Но это мое предположение, это не обязательно. То есть, ну, а предположение, что, скорее всего, вот такой автомат будет стрелять одиночными. Одиночными, больше ничего не случится. Может, вообще стрелять не будет, я не знаю. То есть, надо взять вот этот конкретный автомат и исследовать. Вот там показывают другое оружие. То есть, у кого-то, это у одного бойца. Вот это у второго бойца. То есть, вы видите, замыкатель газовой трубки просто отсутствует. Ну, в простонародье его называют флажок, там масса еще всяких названий. Видите, он отломился и, в общем-то, и не нужен оказался. Ну, отломился и отломился, да и хрен с ним. То есть, потом покажут, как разбирают. Я уж не стал делать снимки. То есть, пружина в каком-то говне, как они там выразились и так далее. Ну, я полагаю, что это не говно, конечно, это там засохший какой-то солидол. Ну, жуткая вещь, конечно, вот с таким оружием идти в бой. И, надо сказать, я многократно видел такое оружие. И в милиции, когда работал. И самое главное, я помню, когда попросил мне товарищ во время Чеченской войны. У меня было охранное предприятие, Саратское сыскное бюро «Аллегра». И он просил аэродром их похоронять. Представляете, в Багай-Барановке аэродром был не прикрыт. Там бомбовый склад. Но он, в конце концов, так и взорвался этот склад. Я уж не знаю, имели ли диверсанты к этому отношению. Но это уже после нас он взорвался. И вот мы приехали посмотреть, как. Он говорит, ты приехай, посмотри, как организована охрана. Я приезжаю, его зам, сейчас, кстати, очень большой начальник был, стал очень большим начальником. Ходит с автоматом, с АКС-74. И я смотрю, что-то не то. А потом раз говорю, ну-ка, дай. Смотрю, а у него мушки нет просто вообще. Я говорю, а как сейчас выграешься стрелять? Он говорит, ну так вот, тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту буду стрелять. Тогда нас это потрясло просто. Мы так ржали, когда увидели эту охрану. Я думаю, что сейчас ничего не изменилось. И, в общем-то, Путин, это был 95-й год. И Путин имеет войско гораздо худшее, чем было в 95-м году. Ствол разорвет, нафиг и убьет стрелка. Ну, не обязательно. Стволы у Калашникова достаточно хорошие. То есть, его может просто развернуть. Он же не бомба. И вот так вот бывает, если уж совсем плохо, там, землей забит, выстрелили, там, что-то покорешь. Не обязательно убивать стрелка. У меня были несколько раз в жизни случаи, когда оружие в руках взрывалось. Ну, в основном это револьвер и пистолет. Револьвер Наган у меня взорвался в руках. Осталась только рукоятка. И Браунинг 900-го года. Мне вообще на них не везет. А это такой мне подарили. Он весь там какой-то в рисунках, в узорах. И я решил стрельнуть. Зашел в тир, только бух. Чувствую, что-то не то. Смотрю. А там все вывернуто. И хорошо мне затворная рама в башку не прилетела. Так что, жаль. Был хороший, кстати, пистолетик. Очень мне нравился. Броневик Мастии в подаренной Британии подорвался на мини. С украинской пехотой. Бойцы все живы-здоровы. Ну, броневик, конечно, порвало. Да, как в том аникдоте. Помните, вот чем мне нравятся английские броневики. Да, он наезжает на мин, у него отрывает колеса. И у него там все из ненужного поотрывает. А экипажи и те, кто внутри находятся, всегда остаются целыми. Потому что днище вот такое, как колумб. Энергия распространяется таким образом, что не вредит. И я думаю, что, как в анекдоте, помните, советский анекдот про резину. Да я вам как-то недавно, кстати, рассказывал. Когда собрались там представители разных фирм резину. Да, и вот мне рассказывают там. Японцы говорят, вот у нас американцы, Годиер, да, значит, сделал подтяжки. Да, мужик упал там с какого-то этажа, да, там летел, до второго этажа зацепился с подтяжками и остался жив. А русские спрашивают, а с подтяжками что? Ну, как что, они пришли в негодность. А, ну, ладно. Значит, японцы рассказывают, а у нас два скоростных поезда летели друг навстречу друг другу. И девочка кинула резину и мяч. Раз, самортизировали. И остались все целые. А он говорит, а с мячом что? Говорит, ну, что, мяч все прикончился. Говорит, да это все херня. А вот у нас там где-то поп с колокольни упал. Попут писец, а калоши целые. Вот так и здесь. По этому принципу вся российская и советская техника сделана. Ну, помните, Т-34 был сделан так, что даже если там внутри взрывается боекомплект, ну, не, взрывается, он разнесет. Я имею в виду, если выгорает там порох, то всего надо несколько часов, чтобы там отскрести то, что осталось от экипажа. И, ну, современные танки, в общем, так же сделаны. Да, там они на этой укладке сидят, на круге, на этом, на револьвере, да. Когда все сгорает, они просто выгорают. И все их надо просто повыкидывать оттуда. И танк, в общем-то, дальше будет боеспособен после там дня ремонта. А Т-34, если вы помните, на трактовом заводе Сталинградском, то сзади несколько раз таким образом меняли экипаж. То есть экипаж работников завода выезжал на танке, на передовую, погибал в результате боевых действий. Тягач ухватывал этот танк, притаскивал его раздолбанный в цех, в цеху его снова оборудовали, сажали экипаж. Он снова выезжал, там они так же гибли, его снова притаскивали. И история рассказывает нам, что до трех там и более раз в день такое происходило. Можете себе представить? То есть один танк и три экипажа. Ну вот видите, англичане как-то по-другому решили, что им, наверное, лучше, чтобы пусть будет больше броневиков. Ну в смысле, я имею в виду, придется сделать больше броневиков, лишь бы экипажи жили. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!